Мы приехали снова в Газиантеп, и снова Усейн будет нас сегодня кормить. Зря он в прошлый раз сказал нам, приезжайте ко мне, мы же приехали. Это чувство, наверное, когда ты хотел быть вежливым, а твои гости супернаглые восприняли все всерьез и обратно приехали. И ты вынужден делать радостный вид. Смотрите, чем нас сегодня снова кормят. Ты неправильно сел, Элина. А? Неправильно сел. Давай помняемся. Еще и с таким видом мы будем сегодня ужинать. Просто мы попросили ничего не готовить. Типа легко перекусить и попить чай. И в итоге посмотрите, что здесь. Сегодня Неджла Тейзе учит меня делать турецкий кофе. Еще они в воду добавляют розочки, чтобы она вкусно пахла. Сегодня Неджла Тейзе приготовила сутлач. Посмотрите, какая красота. Боже, это так красиво. Посмотрите, куда мы вернулись. Все заканчивается там, где начиналось. Мы отдохнули очень хорошо. Очень встали от отдыха. Очень тяжелая была напряженная неделя. Но мы справились со всеми испытаниями в дороге. Все было очень круто. Красиво. Вон она. В общем, нам все понравилось. И было круто. Я всем рекомендую повторить наш трипчик. Потому что это не пляжный отдых. Это что-то большее, что-то интересное, новое. Очень много всего мы узнали. Очень много всего увидели своими глазами. Камера, к сожалению, наверное, не сможет передать всю красоту того, что мы видели. Но я не знаю, у меня не хватает слов, чтобы объяснить, что это было. Это было прям очень-очень восхитительно. Мы вернулись в тот же отель. И в этот раз нам приготовили кофе и дали воду. Это так мило. Это твоя вода. Спасибо. Кстати, нам дали тот же номер. Сейчас мы покажем вам, что там изменилось с того момента, как нас тут не было. В целом, очень хороший отель. И в этом отеле, я не знаю, многие пишут в комментариях, что слишком шумно. Мы тут по соседству. Но это такой приятный шум. Типа ночью там танцуют хавайи. Там какая-то движуха. И засыпать под этот шум, это прям так приятно. Здесь все, абсолютно все в шаговой доступности от этого бутик-отеля. Он исторический и красивый. Нас очень сильно уговаривали. Хусейн, его тетя и Нарула оставаться у них. Но мы решили сюда вернуться. Потому что когда еще мы сможем пожить в Османском отеле? Да. 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 Посмотрите, что они добавили в декоре. Супер старинный ковер. Придает какую-то атмосферу этой комнатке. И здесь еще появилась картина. Тоже прикольная. Угадайте, из-за кого не работает уличный туалет, потому что кто-то супернаглый свил себе здесь гнездо в раковине и живет себе спокойненько. Эй, тебе не стыдно! Все, мы уезжаем отсюда, оставляем свою машину, правда, здесь из-за того, что большие проблемы с парковкой, и пойдем гулять по Газиантепу, собираемся пройтись на базар, в цистерну и другие места, которые запланировали, а потом вернемся сюда и поедем в Мерсин. Ты готов гулять по Газиантепу? Ты рад сюда вернуться? У меня полный рот кунжута, я не хочу с собой разговаривать. Мы с утра заехали, зашли в такую штуку, там крутилась печень, и я мимо нее не мог пройти, и я взял GR Duro, GR Taur Maduro. Это капец как вкусно, я обожаю печень, и я очень рад, что мы всегда зашли. Я слишком аппетитно ел, чтобы поесть одному, здесь очень вкусно пахнет глиной, поэтому я решила взять курицу, мне предлагали взять почки, сердце, печень, но спасибо, я деликатно отказалась, также думала взять мясо, но курица меня заблуднила больше, поэтому сейчас мы попробуем. Снимай, как я буду есть, я стесняюсь, не оплюшся, кушай, кушай, капец вкусно, да, соли многовато, но вкусно, а прям очень вкусно. Здесь стоит мангал, я просто в шоке, в Антепе можно зайти в любую забегаловку, просто, вот, я не знаю, здесь лавочка такая, очень маленькая, три столика, четыре, и это было очень вкусно, это было очень дешево, это было очень быстро. Я хочу жить в Антепе, только в новом Антепе, да, ну и я хочу, наверное, всегда так вкусно кушать, а, я всегда так вкусно кушаю, у меня жена готова. Что, на меня посмотрел и сразу переобулся или что? Сегодня мы пришли в Костель Пещеры Джи, она включает в себя туалеты, бассейн, ванную комнату, резервуар с водой, посадочную площадь и мечеть. Давайте посмотрим, что там внутри, потому что звучит уже интересно. Мы приближаемся к главным туалетам с автоматическим смывом. Здесь находится посадочная зона, и последний блок это мечеть. Мы вернулись в Газиан-Теп, в прошлый раз эта Костель была закрыта, сегодня она, к счастью, открыта, и, честно говоря, я не жалею вообще, что мы сюда вернулись, не только из-за Костели, но и в целом. Газиан-Теп занял отдельное место в нашем сердце. В Антепе украшают все, мотоциклы, деревья, велосипеды, лошадей. Смотрите, что мы нашли. Чем будет занято Адемова в ближайшее время? Она будет делать нам вот такую вот штуку на шланг карьяна. Смотри, это как кобра с капюшоном, ее засос нужно целовать, и отсюда выпускают дым. А это уже сам кальян. Капец, круто. Ильфавата укусил один из арабов, и он превратился в арабу. Мы пришли в военный музей. Прикольно, что они просто записывают имя и откуда приехал, чтобы вести статистику наращивания туризма. Шарик. Это война с транспортами, походу? Ильфават и его любовь к аудиогидам. Вот он стоит слушает, что там ему рассказывают. Это капец. Очень полезно будет перед всем городом посмотреть несколько таких видео. Наверное, в ютубе, на нашем канале. Если вы, конечно, поставите нам лайки, комментарии, порекомендуйте нас своим друзьям и близким. Мы хотим быть популярными. Я чувствую вот это. Кайфовое музей. Он очень яркий. Еще и бесплатный. Еще и бесплатный. О, они шевелятся. Я чуть не умерла от страха. Секунду. Эти женщины в крепости делали патроны своими руками. Это была французская война, да? Да. Прикинь, выключенный свет и вот такую картину. Сонстраду. Эти женщины в крепости делали патроны своими руками. Это яйку. Эти женщины в крепости. Это операционная. Атмосферненько. Смотри, прям молоками выливали. Если вдруг кто-то выстечет, пусть меня первым съест. Тише там. Все, это очко сжимается. Все, тупик дальше. Тупик? Все, пошли обратно. Давай, снимай сюда. Ничего нету. Кайф. Смотри, как они долбили, прикинь эту скалу. Жестко. Надеюсь, нас на охране не убьют за такое, что мы сюда залезли. Кайфовое место все равно. Мне кажется, это самый лучший музей из всех музеев, которые мы были в 14 веке. Как они называются? Костыль. Костыль 14 века. На век младше той, в которой мы были, да? Ну. Они, походу, сто лет просто вот так вот молоточком по камешку стучали, блин. Очень просто. Больше делать нечего было. Зачем они выбивали в скалах? Жить хотели. Мы вообще вышли в другую сторону. Где музей? Вон там. Мы в квартале вышли от входа в музей. С этих катакомб. И это прикольно. Мы нашли на чарше вот такой магазин. Бахарат Адам. Очень, очень приемлемый ценой. Нам сделали очень и очень хорошую скидку. И сейчас мы будем брать подарочки. Музыка. Наши шишки. Музыка. Замык. Наши шишки. Когда закончится делать тот стол, он получится вот таким. История сегодняшнего ужина. Мы пришли сюда, в то же место, что и утром, чтобы покушать. Заказали себе два дурума. В итоге, оказывается, здесь нельзя платить карточкой, только наличкой. Ильфат пошел в Зератванс, деньги там закончились. И мы пришли и объяснили этому человеку, хозяину, вот так и так, что он сказал. Ладно, покушайте, сходите с ним эти деньги и потом принесете. Просто что за люди, что за... Далеко от следующих банкомат на машине ехать. Ну вот, но все равно это очень мило. И сейчас, как покушаем, я расскажу вам другую историю. Вообще не милую. Минутка грустной истории, связанная с гостем Теппом, которая подпортила немного настроение. Мы зашли вот в этот магазин купить сладости в подарок всем. И, в общем-то, мы купили 8 килограмм сладости у них. Вот в этих двух пакетах. Когда мы изначально договаривались, мы пришли и сказали, что вот мы сейчас пойдем в музей, вы можете пока подготовить это все, но придем в конце и за все заплатим. Они сказали, хорошо. В итоге, получается, мы попросили их завалкумировать все, чтобы наши подарки не разбились, так скажем, не испортили свой внешний вид. Они сказали, да, все, мы делаем вакууме, ничего с ними не случится. Окей, договорились. В итоге мы пришли, нам завернули вот в такие коробки. Я думала, что это будет прям вакуум-вакуум, чтобы наши подарки не потеряли свой исходный вид. Ну ладно, уже что есть, то есть, мы согласились. Когда мы договаривались в самом начале, мы сказали, вы нам запакуйте вот так, но мы везем на подарки, поэтому нам нужны будут подарочные коробки. Они сказали, хорошо, на полкило одна коробка получается. Мы согласились, окей, нам должно было быть на наши 8 килограмм 15 коробок. Что в итоге мы получили? Мы пришли, они нам подготовили вот это. Плюс мы договорились с ними о скидке. В итоге оказалось, что они не посчитали 1 килограмм. Мы такие, ну ладно, окей, типа уже что делать, раз мы выбрали эту сладость. Взяли все. В итоге, когда мы уже все это брали, они сказали, вы можете либо такие коробки брать, либо такие, если вы взяли эти, эти будут идти платно. Мы им сказали, come on, guys, мы так не договаривались. Они говорят, все уже, ну типа, мы уже заплатили, все, либо вы берете эти коробки дополнительно, либо не берете. Но куда деваться, мы сказали, окей, не надо. Пошли по другим магазинам на базаре, нам сказали, что коробки отдельно не продаются, что нужно, ну там, где вы покупали, только там брать. Отдельно мы коробки не продаем. В общем, мы купили эти коробки. Суть даже не в тех деньгах, которые мы отдали за эти коробки. Просто в самом отношении так не делается. Раз мы договорились так, так и должно быть, а не так, что они переобуваются в воздухе. И если вы будете в Газиантепе, я вам не советую делать магазин. Внешне он красивый, конечно. И вкусный. И вкусный, но само отношение сервиса. Либо вы, я не знаю, прям вот каждую мелочь от них добытываете, каждую мелочь говорите так, так, не так, и все. Потому что их сервис мне вообще не понравился максимально. Вот, еще раз, запомните это название. Я скину им ссылку, чтобы они видели мой отзыв. Смотрите, что делает Эльфат. Он сидит на массаже. У него болит спина после дороги. И он решил размяться. В прошлый раз мы попробовали катмир. Он был плоским. Мы увидели здесь треугольнички. Вот, в катмир джедае. И попробовали со сметаной. Теперь взяли шоколадный, потому что первый был отвал башки. Это было так вкусно, что мы решили поесть второй. Ты готов съесть это божество? Подводим итоги на том же месте, куда мы приехали в первый раз в Газиантеп, откуда начался наш тур. Вообще вся поездка была очень классная. Все прошло вообще замечательно. Мы получили множество классных и незабываемых эмоций. Лично мне этот тур вообще показал мир, показал восток Турции, как здесь живут люди, насколько они отличаются друг от друга, даже живя в одной стране, в одной стороне страны. Все равно в разных городах люди разные. Ну все, вот мы в районе нашей гостиницы. Опять тут движ Париж. Сколько нас не было в Антепе неделю? И всю эту неделю здесь был вот такой тусняк каждый день. Три семиша. Просто толпа людей. Да, они сумасшедшие люди, с хорошей точки зрения. Они такие горящие, да? Да, они живут прям, живут-живут. Мне прям очень понравилось. И у них такой приятный драйв, приятный вайб. Они все по большей части гостеприимные, очень сильно, очень сильно такие, какие-то сказочные. Вот эта музыка в городе просто халайб. Алло. Алло. А. Простите нас за наше грязное стекло. Мы уже неделю в пути. У нас не работает эта штука. У нас не работают дворники. Нет, дворники работают, а мывалка не работает. А, они еще местами поменялись. Да, еще местами поменялись. Они короткие, поэтому вот тут такое окошко выцарапывают. Поехали вот в эту пробку.